здравствуйте друзья в эфире канал нюрашворд и в рубрике лаборатория политического и военного анализа сокращенно лаборатория пиво с вами юрий гемельфар и александр гнученко саш вот ты знаешь интересная получается ситуация вот с кем не пообщаешься из россии там хоть по скайпу хоть в ватсапе хоть в социальных сетях все жалуются на проблемы на высокие цены на то что жрать людям нечего и так далее и тому подобное ну то есть проблема в стране достаточно серьезной но вот я смотрю на законодательные инициативы которые принимают и ты понимаешь меня создается такое впечатление что это вообще люди с какой-то другой планеты ну вот чё далеко ходить вот тебе пожалуйста мин природы выпускает два приказа которые касаются правил сбора березового сока ягод и грибов теперь допустимо собирать лисички сыроежский маслята и опята со шляпками не менее полутора сантиметра в диаметре у груздей рыжика волнушек белых грибов подберезовиков и подосиновиков размер шляпки должен быть не менее двух с половиной сантиметров и за нарушение разумеется штраф от 500 до 1000 рублей категорически запрещается сбор грибов с токсичным и наркотичным действием за это тюрьма для сбора березового сока необходимо арендовать участок леса значит забирать сок можно только на участках зрелого леса а арендовать участок леса и если ты собираешь грибы на продажу а в личных целях для сбора грибов и ягод и орехов можно не арендовать и второй вот тоже я вообще уже обалдел группа депутатов вчера внесла в госдуму законопроект о запрете публичного отрицания решающей роли советского союза в разгроме нацистской германии и освобождении стран европы а также публично запретили отождествлять политику ссср и нацистской германии правда там как ни странно они забыли указать сколько лет тюрьмы за это дадут головах санкции нету этого закон а ты просто понимаешь дело в том что во первых это нормальная закономерность как говорят нам психиатры психотерапевты это весеннее обострение вот это неустойчивая погода то дождь то солнышко то холодно то жарко у многих людей в головах идет обострение во-вторых раздавая а мы ясно четко должны себе сформировать мысль что раздавая подобного рода законопроекты различного группам депутатов администрация президента показывает свое доверие к ним и вероятность прохода в следующий созыв государственной думы вот я сейчас не буду перечислять фамилии депутатов которые придумали я с утра прочитал эту заметочку там которые придумали первую да 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 первый законопроект второй законопроект о которых ты сейчас говорил да но зачем они говорить это мизерабли такие ну просто неприличные неудобно я согласен я согласен а пешечка и так надо вот этот закончик принять вот этот закончик вызывает так ты старше этой группы вот по три депутата в каждую группу значит быстренько вот это и к шестому числу внести вот скажем сегодня да и вот они к шестому числу значит не пользуясь предоставленными им сказочным национальным лидером выходными значит себя не жалея не успевая вытащить плуг из борозды или стереть под солба они кидаются значит протаскивать эти законы государственные думы стопроцентно знаем что это эти законы будут приняты ну а в реальное их применение вот смотри первый законопроект про эти грибы ягод нет это вообще это это не законопроект это приказы минприроды а ну видишь значит министр природы куда-то стремится там на повышение вице-премьеры или в депутаты государственной думы значит смотри ну кстати я бы еще подумал а с какого перепугу я должен подчиняться приказам минприроды я не работаю на природе не всегда раздражало и раздражает почему решение федерального масштаба то есть масштаба который затрагивает решение которое затрагивает принципе интересы любого гражданина почему и принимать какое-то министерство ну есть элементарного допустим я водитель есть правила дорожного движения вот чтобы они действовали на меня раньше был казус юридический правила дорожного движения утри утверждались приказом мвд это было вот было до недавнего прошлого лет 10 назад еще так было сейчас хотя не вышли на нормальный уровень правила дорожного движения утверждаются правительством российской федерации постановлением правительства тогда она меня касается ребят то же самое касается вопросов медицинского обеспечения вопросов вот опять же правил сбора грибов правил рыболовства это все должно приниматься постановлением правительства либо федеральным законом ну есть допустим какой нибудь земельный или лесной кодекс это является федеральным законом о постановлении правительства будет подзаконным документом его развития а вот приказ какого-то министерства это никаким боком меня касаться не Это то же самое, что призыв в армию будет регулироваться приказом министра обороны. Нет такого. Есть указ президента и постановление правительства в его развитии. Это вообще нарушение правовой логики. А вот то, что касается второго отрицания, неотрицания, публичного заявления, мне кажется, там бороться даже не с чем. Публичного заявления о нерешающей роли или об отрицании решающей роли вряд ли кто бы додумался и вряд ли кто додумается. Да нет, да дело-то тут в другом. Дело в том, что с одной стороны вот создается впечатление, что все, других проблем в стране нет. Они вот занимаются подобного рода околесицей. С другой стороны, здесь создается впечатление, что чем глупее и бессмысленнее законодательная инициатива, тем более ценен такой человек для сказочно-национального лидера. То есть подбирают по принципу идиотов. А вот с этим Минприроды, ты понимаешь, я не могу отделаться от знаменитого рассказа Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик». Это ты прямо понимаешь, это же реинкарнация. Вот чем они там занимаются? И занимаются за наши деньги. Так самое интересное, ты понимаешь, вот мне приходилось жить в отдаленных местностях, скажем так, ну, служил я там где-то в северном полушарии, вот так вот условно скажем, очень северном. Так там за счет грибов и ягод 90% населения живет. Правильно. Тот, кто не на бюджете, кто не на бюджете, скажем, имеет зарплату стабильнее учителя, врачи, военные, полиция, вот. Те еще как-то там могут себе обеспечить что-то. Да и то не всегда, потому что товары не всегда завозили в то время, это были 90-е, там начало 2000-х. Но, конечно, суть не в этом, суть в том, что там, во-первых, это местный колорит, это местная как бы традиция, там человек просто без, в симу не уходит, без огромного количества засоленных или маринованных грибов и огромного количества различного рода варенья, там, заморозок и всего остального. Это просто национальная, скажем так, традиция. Тем более, при очень слабом рынке труда люди живут именно этим, охотой, рыбалкой, сбором грибов и сбором ягод. И сейчас этот самый колхоз, вернее, не колхоз, но бывший колхоз или какой-нибудь леспромхоз разбредется по лесу и будет эти куски этого леса арендовать, что ли? У кого арендовать? Да проблема-то в том, что ты понимаешь, я ведь еще от одной мысли не могу отделаться. Если раньше основной доход бюджета шел с матушки углеводородицы, нефтегаз, то теперь я не могу отделаться от ощущения, что они собираются основное пополнение бюджета делать за счет того, что будут население штрафовать. Да, 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 да. Это достаточно выгодно, удобно. Выгодно кому? Вот этим пацанам наверху? А население? Ну, а что ты хочешь? А ты кто такой вообще? И кто о тебе когда думал в этой стране прекрасной? Не было такого. Это сейчас вот многие там разоряются про Великий Советский Союз, где все было бесплатно. Это все бесплатно, все эти ваши детские сады, больницы и все остальное оплачивалось из общественных фондов потребления. И квартиры вам от завода давали исключительно за то, что вы получали 120 рублей тогда, 120, а должны были получать 300. Но вот эти вот остальные, вот эта дельта, 180 рублей, она уходила на бесплатные квартиры, вот и все. Вот сейчас многие... И тогда была точно такая же ситуация. Ну тогда, ты обрати внимание, вот даже в сталинские времена людям оставляли, ну если угодно, лазейку. То есть вот их никто не трогал за то, что они там собирали грибы. Да, был закон о трех колосках на колхозном поле, это было. Ну если человек уходил в лес собирать там, набрать грибы, ягоды, ну за это, даже тогда за это не трогали. Ну сейчас, ты понимаешь, ну людей вообще уже загоняют в его. Дело в том, что оба закона мертворожденные и действует, не работает, не будет ни один. И я знаю, что я когда-то вот жил в этой глухомане, пришлось по службе там находиться. Это первое. И второе, когда я сейчас бываю в сельской местности, ты знаешь, и по общественным делам, и по выборным делам, могу там месяцами жить там в деревне. И мало того, еще сам живу на опушке леса достаточно немалого, этой кумыслой поляны. И кто меня там с этими грибами поймает? Вот кто меня будет задерживать с лукошком этих грибов? Грибной ОМОН. Да, 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 да. Ребят, а что вы ржете? Вы понимаете, что мы к этому придем? А я, да, вы меня уж простите, милые дамы, но я совершенно не удивлюсь, если дальше какой-нибудь Минздрав тоже примет приказы о том, что штрафовать мужиков, у которого гениталии меньше определенного размера, и отштрафовать женщин, у которых, извините меня, молочные железы, меньше тоже определенного размера. Пардон, ну а еще раз. А может наоборот больше? А может наоборот больше? А за большее будет уголовка. Ну вот, ну ты понимаешь, они просто мертворожденные, потому что ты не напасешься такого количества участков, чтобы он бродил с палкой по лесу, ему хватает и пьяницы, и насильников, и дебоширов. Не соглашусь. Они не будут этим заниматься. Они не занимаются этим. Ведь сейчас же уже анекдот такой ходит, что звонок в милицию. Помогите, меня муж избивает. Ответ. Когда убьет, тогда и звоните. Да, но мой муж собирается на митинг Навального. Диктуйте адрес, выезжаем. Правильно, да-да-да, это все известно. Но дело в том, что на наших великих просторах, ну возьми вот эту Сибирь, да, в Сибири какая-то там небольшая деревушка, до ближайшего участкового ехать 500 километров. Вот серьезно говорю, там есть такие участки, вот где-то Красноярский край, там в Новосибирской области, в Забайкале где-то. Это неработающий закон. Закон насчет публичного заявления о отсутствии решающей роли этой самой Красной Армии. Тут просто некому заявлять, во-первых, и касаться там. Тут можно же хитро заявить. Да, Советская Армия сыграла решающую роль, Советский Союз вообще в целом сыграл решающую роль в освобождении народов Западной Европы. Вернее, Европы в целом при освобождении от фашистского ига, но при этом совершив освобождение, взял эти страны под оккупацию. Ну, тоже можно. Нет, ну понимаешь, проблема-то в том, что эта тема войны, которая закончилась 76 лет назад, уже интересна только очень узким специалистам. Кому она интересна, Сэр? Ну вот, ты понимаешь, я тебе даже приведу простой пример. Вот вспомни, три года назад мы начали рубрику «Воспоминания об СССР». Посмотри разницу в количестве просмотров других роликов и этой роликов из этой рубрики. Никому это не интересно. Основной широкой массе зрителя, любого, неважно это наш зритель, или это аудитория центральных каналов, или это аудитория тех же кинотеатров, где вот часто сейчас в последнее время в плане победобесия запускают различного рода патриотические фильмы, снятые за огромные деньги. Которые проваливаются в прокате. Проваливаются. Вот сейчас показывают Девятаева, да. Причем Бекмамбетов это достаточно популярный режиссер, очень талантливый. Но ему просто отстегнули денег именно на эту цель, на эту задачу. 600 миллионов ушло, 29 окупило себя на данный момент. А никому это не интересно. Информация из первых рук, прямо полученная из средств массовой информации. Во-первых, опозорили этой тематикой выдающегося режиссера, скажем прямо, толкового, грамотного. У него есть хорошие фильмы на уровне шедевра. Во-вторых, просто прощелкали наши с тобой деньги. И вот такая вот безмозглая, тупая деятельность вот этих законодателей, которые не знают просто чем заняться. Просто отрабатывают себе возможность для того, чтобы остаться в этой Государственной Думе на еще один созыв. Либо пойти, как этот министр Грибов, пойти на повышение. А для чего он нужен еще? Министр Грибов, хорошее название. Нет, а что это самое? Ну, давай, не давай, предложим зрителям проголосовать. Давай еще введем пост министра землетрясений. А ты знаешь, что с них станется? С них станется. Министра какой-нибудь там дождя и грозы. И штрафовать главу администрации деревни какой-нибудь, то, что у него целый месяц нет дождя. Саш, а ты понимаешь, что вот сейчас наши зрители смеются? А ты знаешь, что я сейчас не решусь тебе возражать? С них станется. Можно. А что-то такого. Ну, что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения по поводу того, чем сейчас, в данный момент, занимаются государевые люди. Что у них в головах? Гусары молчать. И как они вас-то воспринимают? Вот лично вас. Но я, как всегда же напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нюрошворд. До встречи. Пока.